Походный алтарь в храме на колесах. Впервые в истории Курского гарнизона во время учений под открытым небом прошла божественная литургия. В полевом лагере, где проходят сборы подразделений войск РХБ, защиты западного военного округа, установили передвижную церковь. Одной из первых служб в ней возглавил митрополит Курский Рыльский Герман. Архипастер и благоставил солдат и офицеров. Напомнил, что армия и православная вера во все времена воплощали дух, доблесть русского народа. Вот уже две недели военнослужащие под палящим солнцем выполняют поставленные задачи. В четверг утром наступила передышка. Солдаты и офицеры собрались на службе в полевом храме архистратига Михаила. Очень большая редкость в плане того, что на полевом выходе полевая церковь. И сейчас все возрождается. И, как я считаю, то, что российская армия без веры в Бога, то есть ее дальше не может быть. Это должно быть сплоченность всегда. Соборная молитва, исповедь, причастие. Это событие привнесло в армейские будни божественный свет и духовность. Гордость сейчас есть о том, что сегодня приехал к нам сам митрополит Курский Ирыльский Герман. На самом деле это очень хорошо и это укрепляет как моральный дух, так и внутреннее состояние души, когда ты здесь находишься. На протяжении всего времени. Без этого нельзя, конечно. Православная вера сотни лет поддерживала русских воинов. Помогала выстоять им в трудные моменты. Со времен святого князя Владимира дружины всегда шли на брань под стягом с изображением спаса нерукотворного. Лучшие полководцы также обращались к церкви. Сегодня в воинских частях возрождаются духовные традиции. Рядовой Александр Симоненков рад, что попал в часть, где служит полковой священник. Батюшка в любой момент его и слушает, наставит, поддержит солдата. К офицеру не подойдешь с какими-то обычными проблемами. Немножко что-то в душе коробит, можно так сказать. А вот подойдешь к отсудяне, если можно некоторые вещи обсудить. Может быть, он скажет, заслужит внимание, что исповедаться надо. Может быть, тебе нужно просто прийти в храм, побыть, поставить свечку. И уже действительно на душе есть какое-то спокойствие. Передвижной автохрам будет находиться в лагере до 23 августа. Здесь пройдут моледны, панихиды, еще одна божественная литургия. Несколько военнослужащих примут таинство святого крещения. Я всем вам, дорогие наши воины, желаю помощи Божией в вашем высоком, радном, ответственном и таком непростом служении. Я желаю, чтобы у вас между собой была искренняя братская дружба, взаимопонимание, поддержка.